Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Неизвестивая Засутствие шашеного пояса За отсутствие шашеного пояса Да и колпака на крыше Я отказался их подписывать После чего он сказал Что Если я подпишу эти 2 протокола То машина моя за отсутствие путевого листа Эвакуированная не будет То есть я дальше уеду А путевого листа у тебя не было? Вот так и в итоге Что ты после этого развода Согласился подписывать эти протоколы? После этого, да, я понимал, что могут забрать машину, я согласился, подписал эти два протокола, после чего подошла Кристина. Вот эта вот девушка, которую она видела. Да, сотрудница МАДИ, которая, как я понял, была там главной, и сказала эвакуировать мой автомобиль. То есть вот эта вот девушка, предположительно, сотрудница департамента транспорта была у них главной на всем этом рейде. Она как бы рулила гаишниками, а рулила МАДИшниками. Она командовала всеми. Так, и что было после того, как эта некая Кристина подошла и сказала, вот эту вот Шкоду тоже забираем к МАДИшнику? Что-то твои действия какие были? Я обратился к сотруднику ГАИ, который меня остановил. Обратился с чем? За помощью? Да, я обратился за помощью, попросить его препятствовать незаконным действиям сотрудников МАДИ и не забирать машину. На что он мне отказал. Сказал, что это не в его компетенции, он не будет этим заниматься и что мою машину все равно эвакуирует. Так, а вот ты мне говорил там про протоколы отстранения, задержания. По протоколу отстранения, да. Я спросил, будет ли составлен протокол отстранения, он сказал, да. Я говорю, протокол задержания. Он сказал, да, будет. Но он не сказал по какой статье, да? Не сказал по какой статье. Протокол задержания составлен будет. Я говорю, протокол отстранения. Он сказал, что протокол отстранения не будет. Я говорю, я просто тогда не выйду из машины. И его действия в этот момент? Он ответил, что он разобьет стекло и оформит меня по 19.3 и тогда вместе с машиной еще и я уеду. То есть, как было в случае 2 апреля на Волоколамском шоссе, да, когда инспектор выдернул стекло, ну я не знаю, видел ты это видео или нет, и тоже как бы оформил водителя по 19.3. Пользуюсь случаем, кстати, я хочу обратиться к этому инспектору отдельного батальона ДПС по северо-западному округу, старшему лейтенанту Папину Алексею Владимировичу. Уважаемый, я вас прошу выйти из машины. Первый раз предлагаю выйти из машины. Понятия сейчас я не понимаю. Что это снимаю? Я вытащу вас, положу на землю, одену на ручки, если вы сейчас сами не выйдете. Да-да, именно этому инспектору, который по приказу мимо проезжающих свидетелей, которые впоследствии оказались безработными, это было установлено в суде, мы когда были на судебном заседании, по их приказу или просьбе выдернул стекло и силой вытащил водителя. Уважаемый, в кавычках, Алексей Владимирович Папин, старший лейтенант полиции, что я вам могу сказать? Мы про вас не забыли. Мы сейчас готовим материал, активно его готовим, и я очень надеюсь, что в ближайшее время вы ответите за все содеянное, что вы сделали в тот день, по всей строгости закона. Слушай, а как вот он себя, вот этот вот Ермолаев, лейтенант, да он? Да, лейтенант. Как он себя вообще вел? Ну, поведением, а не общением. Вот когда ты ему задавал вопросы, что это не противозаконно, что просил его о помощи, чтобы он как бы остановил эти противоправные действия со стороны МАДИ в отношении тебя. Ты знаешь, это было как-то очень высокомерно, и он просто, я понял, что это было высокомерие, пренебрежение какое-то ко мне. То есть, условно, он тебе, если я не ошибаюсь, как бы всячески давал понимать, что на том месте он начальник, а ты говно, да? Да, то есть, он царь и бог, а я не пойму, кто. А ты халоп, да. Да, то есть, вот поэтому, опять же, вот отсюда с этого момента общения пошло к тому, что я понимал, что придется что-то решать в денежном вопросе. А это как-то с его стороны выражалось? Ну, он как бы давал там понимать или, может быть, как-то намекал, что этот вопрос там решаемый? Ты знаешь, это просто все затягивалось, потому что протоколы не составлялись, то есть машины не забирались, действий никаких не происходило. Кодомцев, который инспектор МАДИ, вот этот, он просто-напросто исчез. Убежал что? Я не знаю, куда он делся. А, вот эта бавишня Кристина. Кристина осталась, вот этот вот Кодомцев исчез, и остался просто вот этот вот один сотрудник ДПС. Ага. Так, ну, и вот ты в этот момент, я так понимаю, что решил для себя, что, как бы, нужно что-то делать, предпринимать, да? Ну, тут даже по его действиям было понятно, что, ну, просто они денег хотят. И то есть ты, как бы, принял решение после этого все-таки, как бы, там, дать ему взятку с целью его увлечения, это увлечение в этом деянии, чтобы сразу об этом сообщить в компетентные органы, да? Да, ты знаешь, просто стало обидно, потому что, как бы, они мой заработок забирают. Поэтому я понял, что они хотят забрать у меня денег. Деньги... Ну, и как мы увидели по видео, ты оказался прав, что они тупо хотели денег. Да, я в этот момент включил видеокамеру, то есть вот с этого момента, когда я решил, понял, что... Кстати, перебью, я тебя как-нибудь на досуге научу правильно вести с картусью. Чтобы это было, чтобы это выглядело более качественно, потому что, как бы, вчера-то я помню, там, ты мне днем написал сообщение ВКонтакте, там, Дима, помоги, у меня тачку отжимаешь. Спустя несколько часов вышел на связь Виталик, и вот там все то, что происходило, вы видели в виде. Почему я понял, что они хотят от меня денег, инспектор МАДИ Кодомцев просто исчезает. А, ну ты уже об этом говорил, там он исчез. Да, остается один инспектор Ермолаев, инспектор ГИБДД Ермолаев, который не составляет протоколы, и так как... Он вообще никаких протоколов не составлял? Он не составлял, он даже 500 рублей за отсутствие путевого листа не выписал. А документы твои, подожди, они были у кого в тот момент? У МАДИшника, у Кристины этой, там, или у... У ГИБДДшника. Ты тоже говорил, что он их передал МАДИшникам? Да, они вернули обратно. А, они ему вернули? Да. А, и он, тем не менее, говорил, что машина там, что машина будет эвакуирована? Да, но не им, а МАДИшниками, а документы, то есть, тут вот разногласия, я вот этого не понял. То есть, подожди, как так, документы у него? Да. А машина будет эвакуирована МАДИшниками. То есть, получается, это что, что МАДИшники... То есть, Кристина сказала, машину эвакуируем, МАДИшник сказал, не эвакуируем, Ермолаев держит документы у себя, никаких протоколов не составляет, МАДИшник составил два протокола за шашку и за пояс и исчез, и больше ничего не происходило. То есть, как бы, они там, заняли, как бы, режим ожидания. Ну, я понял, это было созревание мое на то, чтобы я дал денег. То есть, я должен был созреть, чтобы дать денег им, как-то начать об этом говорить. То есть, вот какая ситуация получается, ребят. Обычно у нас, как бы, в России принято договариваться с ГАИшниками, да, чтобы они, там, образно говоря, там, закрывали глаза на, ну, скажем так, различные, там, нарушения правил дорожного движения. А в ситуации с Виталием, получается, он вынужден был договариваться с ГАИшником, чтобы тот остановил совершение противоправных деяний со стороны вот этих вот МАДИшников и некой Кристины, а также вернул ему документы, которые сам же у него, скажем, сам же ими завладел обманным путем и передал МАДИшникам. Ну, это я что могу сказать, господин Ермолаев? Это уголовная ответственность. Статья 325, часть 2 Уголовного кодекса. Почитайте, если вы, как бы, не знаете об этой статье. И далее ты подошел к инспектору от Ермолаева, уже, как бы, начал пытаться решить ситуацию, да, там договориться? Что было? Мы что-то слышали в видео Сбербанк Онлайн, там, нет-нет, снимай, приходи. Вот что это такое было? Я попросил его договориться, на что он мне ответил, предлагай. Так. Я говорю, я ваших цен вообще не знаю, как вообще, что, после чего он просто отошел от меня и ушел к патрульному автомобилю. Подойдя к нему, опять же спросил про Сбербанк Онлайн, вот это, я говорю, Сбербанк Онлайн 3-4 тысячи, на что он мне ответил нет. Типа, Сбербанк Онлайн перевод не подойдет? Ну, да, наверное, в этом смысле. Он подумал, что я ему Сбербанк Онлайн перевод предлагаю. Я ему сказал, сниму, принесу. На что он мне ответил, снимай, приходи. И ты пошел в банкомат снимать деньги? Я пошел в банкомат, снял 3 тысячи рублей. Ну, это мы на видео увидели. Там далее, вот ты когда шел, там голос какой-то за кадром был, типа, иди в машину, я подойду. Это кто был? Да, сняв купюру, я подходил к патрульному автомобилю. Этот инспектор Ермолаев, увидев меня, сразу сказал, иди в свой автомобиль, я к тебе подойду. Ага, и далее ты присел в автомобиль. А, кстати, вот да, ты когда присел в автомобиль, вот там видно, что дверь открывается, ты ему, там улице не видно, как ты передаешь деньги, но он сказал, ты ему что в этот момент делал? Ты передавал ему деньги в этот момент? Я передавал деньги, я достал из кошелька 3,5 тысячи рублей, попросил его оставить 500 рублей. А вот, кстати, вот давай заакцентируем, на кадрах там слышно, типа, оставь хоть 500 рублей, это ты ему говоришь? Это я говорю, а он отвечает хорошо. Ага, и после этого, типа, он тебе сказал, типа, все, вали отсюда, да, или что-то там, все, езжай отсюда? Он сказал быстро, отдал документы, сказал быстро уезжай отсюда, вот слова ему. И итог получается такой, что он удерживал у себя документы, возможно, что даже модишники, не, ну если Кристина, видишь, она сказала, что будет машина эвакуирована, такая схема, но в то же время, как бы, все пугали тебя эвакуацией, но никто не принимал никаких действий. И в этот момент там ты понял, что просто они хотят денег. Я понял, что что-то не так, опять же, из ваших роликов, потому что в ваших роликах модишники забирают документы и не отдают, эвакуируют машины. Мои документы модишники вернули обратно гаишнику. Для чего, если гаишник мне до этого ответил, что это не в его компетенции эвакуация, что он не будет эвакуировать? И в то же время, как бы, и модишники уже ничего не предпринимали, и гаишник, как бы, да, как бы тебя не отпускает. Не отпускает. Хотя формально у него, это у него к тебе претензий не было. Да, он собирался написать протокол на 500 рублей за отсутствие путевого листа, но так и не написал. Значит, ты ему передал деньги и, как бы, все. Что было дальше? Твои действия какие были? Дальше я повторно обратился в 112. А с какой целью? С целью... сказать, что так произошла такая ситуация, и с меня вымогали деньги. И что тебе пришлось дать взятку? Да, что пришлось дать взятку, так как боялся противоправных действий со стороны инспектора ГИБДД. Так, у тебя, как бы, жалобу приняли? Что было дальше? Жалобу приняли, после чего я позвонил в 3-й батальон. Сам позвонил или тебе перезвонили? Нет, я сам позвонил, и дежурному оставил вот это вот обращение. Так, а после этого что было? После этого мне перезвонил ответственный и пригласил меня к себе. Вот. А ты поехал в 3-й батальон на Люсиновскую, да? Да, но сразу после звонка ответственного, сразу же после него мне позвонил полковник ОСБ и сказал, чтобы я приехал либо к ним, либо к ответственному. Вот. Я сказал, мне без разницы, я могу и туда, и туда приехать. Он сказал, что мне нужно поехать после того, как они с ответственным созвонились. полковник получается и майор ответственный на это. Они решили, что мне нужно приехать на Люсиновскую. Так. Вот. В этот момент полковник ОСБ сказал, чтобы я постоянно был на связи, и как только приеду туда, позвонил ему, сказал, что я приехал и начал писать объяснение и заявление. А расскажи, вот этот полковник ОСБ, он как бы тебе намекал на 291-ю статью дачи взятки должностному лицу. Что ты ему ответил на это? Я ему сказал, что у меня просто не было другого выхода, потому что сотрудник ДПС и магичники незаконно удерживали меня, машину, то есть не отпускали. У меня другого выхода не было. То есть как бы у тебя был единственный выход, как бы там, там образно говоря, пойти на их условия, там дать им как бы взятку, да, и незамедлительно об этом сообщить в правоохранительный орган. Да, я согласился, да, так у меня все было это под записью, я согласился, дал взятку и после чего сразу же сообщил в 112 о том, что помогали взятку и взяли 3000 рублей. То есть условно, как бы других вариантов у тебя не было, там заранее кому-то сообщить, чтобы там под наблюдением там за это оперативников все это происходило, да? Нет, уже были крокодилы, то есть тут нужно было что-то решать, либо... То есть как бы и машину бы у тебя увезли, и оборотни бы поймать не получилось? Ну да, да. И что тебе на это ответил полковник? Полковник ответил, что будем разбираться, будем смотреть, что и как, но умысла совершить преступление не было, было просто... отбрехаться и потом сообщить... Да, отбрехаться и сообщить о том, что они занимаются вот таким вот вымогательством. Я просто думаю, что я не один такой, кто в этот день там попал. А ты, кстати, говорил, что там руководство батальона тебе говорило, что ты один, там чуть ли не из миллионов, кто на этот шаг... Да, руководство сказали, да, что как правило дают взятки и молчат об этом, никто не сообщает. То есть как бы дают взятки и уезжают, да? Да, и уезжают. Вот, ребята, вот понимаете, да, вот всего-навсего один человек, один человек решил вот таким вот решительным образом ну, отстоять как бы справедливость, да? И если вы все будете делать примерно так же, я думаю, что оборотней в рядах полиции станет на порядок меньше. Ну и перейдем, наверное, к одному очень интересному моменту, к эпизоду, который по определенным обстоятельствам, ребят, не вошел в это видео, я вот увидел этот вот Ермолаев стоит возле тебя, чуть ли не плачет, говорит, не губи, у меня дочка, у меня сын маленький, жена не работает, там далее он сел рядом с тобой на этот кожаный диван, там что-то пытался руку тебе на ногу положить, полз на колени и чуть ли там не плачет, говорит, я тебе все возмещу в десятикратном размере. Это как? Да, он... Нет, это я знаешь, с чем я говорю? Это вот это вот надменности власти на Белорусском вокзале сменилось вот на это вот на ничтожество или как? Да, он чуть не плакал, то есть его реально было жалко. В какой-то момент, возможно, у меня... Даже сердце ёкнуло, да? Да, ёкнуло из-за того, что, ну, на самом деле, зачем я это делаю? Не, просто я, конечно, посмотрел, это зрелище, конечно, скажем так, даже не из приятных, я тебе могу сказать, что видеть как сотрудник ДПС, который там до этого чуть ли там не плевался в тебя, ногами тебя пинал, и до этого там ползает как собака на коленях, образно говоря. Просит прощения. Просит прощения. А где ж раньше-то вы были? Когда водитель подошел и так же просил вас, ну, может, конечно, не на коленях, а вас как сотрудника полиции, просил прекратить противоправные действия, которые в отношении него совершаются. Где ж вы раньше-то были? А вот расскажи, ты находился в кабинете командира батальона, да, вот дальше, ты говорил, привели вот этого инспектора, вот Ермолаева, к которому ты взятку дал. Да, мы были в кабинете. Ну, что дальше было? Был, получается, командир, ответственный, полковник УСБ, привели Ермолаева, попросили подняться. Кто его привел? Ответственный ходил за ним, его привел ответственный, после чего сотрудник УСБ попросил удостоверение у Ермолаева. Ермолаев передал удостоверение, понятые расписались. А понятые тоже были? Да, понятые были, уже привели понятых. Вот. Обыскали. Обыскали кого? Обыскали Ермолаева. Так, дальше. Вот. Все, в принципе, понятые расписались за роспись. То есть, как бы, его обыскали в присутствии понятых, сколько их? Два человека было, да? Два человека, да. Два человека понятых, они расписались и ушли. Да, они расписались и ушли. Ну, и вот интересно, вот ты что ему в тот момент ответил на все вот эти вот не губи, я все возмещу, что ты ему сказал? Я сказал, что мне его денег не надо, никаких 30 тысяч не надо, пусть вернет мне мои 3 тысячи рублей. И вернул? Нет, не вернул. Вот зараза. Даже в тот момент, когда решается его судьба, он не вернул эти деньги. Кстати, куда они делись, интересно, не знаю. Ну, я догадываюсь, но как бы обвинение серьезное, поэтому я вслух это озвучивать не буду. Хотя некие догадки у меня есть, куда эти деньги ушли. Дальше, что было? Ты, кстати, не думал о том, что это была, ну, могла быть провокация с его стороны, чтобы они смогли на тебя там завести дело, там, за вымогательство. Но с другой стороны, ты же сам у него ничего не требовал? Нет, я у него ничего не требовал. И, опять же, я понимал, что мне чужие деньги не нужны. Я ему объяснял, ты мне 3 тысячи вернешь, которые я тебе отдал, в Следственном комитете и на суде, когда будет, я попрошу для тебя меньшую меру наказания, чтобы тебя не садили, не сажали реально, но... Чтобы хотя бы смог работать в пятерочке. Условно, да, там что-то вот такое вот. Это, кстати, вот еще, ребят, один такой момент. Вот такие вот инспектораков, как вот этот Ермолаев, как этот Папин, которые считают, что могут абсолютно безнаказанно творить беспредел. Вам в полиции не место. В полиции должны служить честные, порядочные люди, которые будут стоять на страже закона и порядка. Они, скажем так, на страже своих финансовых интересов и интересов каких-то там либо неизвестных лиц, да, по приказу которых творится весь этот беспредел. Ну, Виталий, чтоб ролик не затягивать, давай, чем вчера все закончилось? После того, как вот он чуть ли не ползал на коленях, предлагал денег тебе, чтобы ты не не раздувал. Чем все закончилось? Зашел майор, я как раз дописывал заявление, в котором он просил меня, настойчиво просил написать, прошу привлечь лейтенанта, лейтенанта, он, по-моему, Ермолаева к дисциплинарной ответственности. Я сказал, что этого писать не буду. Расписался, дата, число, написано собственноручно, вышел с кабинета, все. Еще такой вопрос, вот как ты оцениваешь действия руководства данного лейтенанта, допустим, этого майора, командира батальона, потом ответственного, далее полковника УСБ, вот как они, скажем, расположены были по поводу данной ситуации, как бы ее замять или наоборот как бы его нахлобучить. Неожиданно, Дим, я, честно говоря, думал, что они будут защищать его всячески, пытаться выгородить как-то, может быть, там что-то не то, может быть, там это не то, тут этого не видно, там этого не слышно, на самом деле нет, они, все было жестко, строго, и... То есть покрывать они его не стали? Покрывать никто не собирался, его все было вообще вот... Это говорило, они еще как-то в кабинете, там жестко, грубо, прямо вот именно в его адрес выражались, да? Ну, они, да, они между собой, там... Ну, скажем так, с неким даже презрением, типа, что ряды полиции подозрят, да? да, то есть они вот, мол, нехороший человек такой, нельзя так вот... То есть вот отдать должное, вот руководство не стало ничего покрывать, это на самом деле не может не радовать, если реально это дело доведут до суда, я очень надеюсь, что этот инспектор больше никогда не будет работать в ГАИ, я, конечно, зла ему не желаю, но скажу одно, что там, пускай, как бы, там, если это дело дойдет там до суда, пускай решение будет на усмотрение суда, вот ты как считаешь? Да. То есть как суд решит, пусть так и будет, но такие люди, такие люди, я считаю, что они в полиции работают не должны. Я даже просто вот, если там было, хотел попросить, да, за него, но так как он вчера даже то, что он забрал, не вернул, я даже просить за него не буду, пусть будет все как будет, заслужил, значит, заслужил. Даже трешку не забрал, точнее говоря, не отдал. Ну и под занавес видео, ребят, что могу сказать? Все вы видели, все вы слышали, будем надеяться, что справедливость восторжествует. Кстати, да, Виталик написал заявление на Петровку 38 о незаконном завладении, а точнее говоря, о хищении своих документов и передаче этих документов неустановленным лицам, а именно непонятному сотруднику МАДИ и непонятной Кристине, ну, которая, кстати, отказалась представиться, а ты ее имя откуда узнал? Они между собой общались? Они между собой общались. это он оттуда узнал, что ее зовут Кристина. Вот, заявление на Петровку написано, это нашему господину Ермолаеву, скорее всего, еще одна уголовная статья прилетит, 325-я часть 2. Ну, не знаю, конечно, там возбудят они, дело по ней не возбудят, но будем надеяться, что возбудят. Что еще могу сказать? Это есть, что добавить? Нет. Я, наверное, скажу то, что берегите себя, никогда не идите на поводу у нечистых на руку сотрудников ДПС, всегда отстаивайте свою правоту, вот сейчас, видите, я думаю, что если вот этот, скажем так, поезд тронется, да, скажем, с борьбой по этому беспределу, который был на Белорусском вокзале, потому что нам постоянно рассказывают, что у нас совместные рейды, все это законно, они имеют право. Я сколько раз говорил, никаких законных прав в данном случае на этих рейдах у мадишников нет. Максимум, что может сделать мадишник, сфотографировать вашу машину и эвакуировать ее, если она стоит под знаками 327-328. Все остальные полномочия, которыми их там наделил город или сама МАДИ, все они заканчиваются ровно в тот момент, как сотрудник МАДИ покидает здание, скажем так, Московской административной дорожной инспекции. Далее все считается незаконным. Передача документов сотрудникам ГИБДД, сотруднику МАДИ, они хоть и говорят, что они имеют право, не имеют право. Это хищение. Статья 325-я. Все, ребята, всем удачи, всем пока. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Виталию пожелаем еще раз удачи. Будем следить за этой ситуацией. Кстати, да, еще самое главное забыл добавить. Данный ролик обещали опубликовать ребята с канала Движения. И там еще другие различные популярные YouTube-каналы, освещающие данную тематику. Мы за кратчайшие сроки создадим максимально широкий общественный резонанс, чтобы это дело не спустили на тормоза. Все, всем удачи, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!